Добрый день, дорогие читатели, взрослые и дети. 9 числа мы отмечаем большой, можно сказать, праздник, Всероссийский день чтения. Да, действительно, без чтения каждый человек не может обходиться. Будь он в школе или учится, читает что-то, или взрослый. Даже сейчас, несмотря на то, что мир интернета, все равно старается читать. Пусть не вслух, а глазами. И действительно, книга, она не может молчать. Поэтому хочется сказать, вы не верьте в молчание книги. Говорит нам своим языком. В ней все строчки, совсем не безликие. Каждый штрих, каждый знак нам знаком. Только надо душою приникнуть к тем словам, что стоят строго в ряд. Сразу образы чьи-то возникнут. В книжном мире живут, говорят. Мы познаем любовь, как нагрянет, не помеха года на пути. Как влюбленный, вмиг духом воспрянет, что к нему может счастье прийти. Можем больше познать о природе, как тоскуют по его со сна. Или тянутся кедры к свободе. Как проснется медведь ото сна. Или узнаем о прошлом планеты. Как возникла вся жизнь на земле. Как летали тарелки ракеты. Или как жили рабы в кабале. Много жизней вмещается в строчки. Но сумейте-ка сразу понять, что над им, расставляя все точки, не спешите к душе принимать. А умейте, читая, лопатень, золотое зерно добывать, чтоб с людьми и природой ладить. Добрый след на земле оставляй. И действительно, книга дает нам возможность даже вернуться к тем временам, даже 200-300 лет тому назад. Мы сейчас это не узнаем. Да, иногда можно посмотреть фильмы. Но, когда откроешь любую книгу, то с ее страниц ты попадаешь в тот мир, в тот мир, о котором в ней говорится. Все вы, наверное, знаете, что недавно мы отмечали 205-летие Отечественной войны 1812 года. Ну, редко кто знает об этом. Взрослые читают или дети. Но ведь такое время было. Поэтому нет. Нет, я не поверю, что все открыты были двери французам родиной тогда. Пусть были трудные года. Фельдмаршал армии Кутузов повел бойцов против французов, а чтобы их не тратить сил, он отступлением заманил французов вглубь своей страны. Погибель там найти должны, а то борцов отчизны все не дадут погибнуть ей. Война 12-го года не отняла духу народа. Старался хоть Наполеон подмять Россию. Верил он, чтобы страною завладеть. Кроме сил надо иметь своих сподвижников повсюду. Они тогда под спорьем будут в войне. Сгубить, чтобы русский люд. Но все ж его в России ждут одни потери. Злость вскипала. Не время. Время то настало, когда, как пес поджавший хвост, пришлось сбежать за сотни верст. Забыл для Франции был он. Известный всем Наполеон. Нам забывать про то не надо. Как партизанские отряды в бои тяжелые ступали, с собой Россию защищали. А рекруты повсюду были, надежными бойцами слыли и твердо верила в них Русь. Поклясться в этом не боюсь. Да, были трудные те годы, но сплоченностью народы смогли отчизну отстоять. Она для них отец и мать. Да, действительно, любой праздник мы можем посвящать или стихами, или прозой. А если кто это не может, он возьмет книгу и прочитает. Это очень-очень удивительно, когда встречаешься с той жизнью, которая описана в книгах. Недавно все мы отмечали День Учителя. Да, учитель – это человек, который учит нас всех в жизни, как надо поступить. Часто слышим гордое. Учитель – нет важней профессии другой. Детских душ он добрый покровитель, для них пожертвует собой. И подчас никто не замечает, как на помощь первый он спешит. Изо всех в душе переживает. Так что сердце по ночам болит, если ж кто-то в жизни вдруг споткнется. Чаша горечь тогда полна. И учитель весь в себе замкнется, будто в этом есть его вина. Нет, неправда. Все, что детям надо, знание, волю, силы отдаешь, ставишь от плохого ты преградой. Самым мудрым среди всех словешь. И опять спешим в твою обитель, где бывает такая благодать. Там так много сделаем открытий в нас самих. Кому-то не понять, никогда не позабудем. А тебе, учитель, уж поверь, как всегда, мы рады встрече будем. И в сердцах раскроем, Настя ж, дверь. И мне хочется сказать в заключение, любите книгу, источник знания. Какие мудрые слова! Она о всем дает познание. Или скажешь, я не права? Да, интернет сейчас повсюду, И в нем мы видим те же слова. Жаль, что не всегда наш разум будет, Как книги каждая глава. Должны поверить вы в такое, Бумажным книгам вечно жить. В них слово каждое родное, Старайтесь ими дорожить.